Выхлопные газы многочисленных автомобилей в столице или отопление углем. Причину нескончаемого смога или репутации Бишкека, как самого загрязненного в мире города, выясняют до сих пор. Не так давно провели еще одно исследование. Как загрязнение воздуха в столице влияет на здоровье женщин и детей. Загрязнение воздуха влияет, конечно, везде, но вот в Бишкеке, в географической местности, которое мы исследовали, загрязнение воздуха в течение одного года стало причиной смертности более сотни человек. Главный вывод, который мы сделали во время исследования, это то, что загрязнение воздуха вызвано углемым отоплением жилых домов. Разные меры рекомендуют принять. Чтобы это побороть, можно сменить систему отопления или прийти к каким-то энергосберегающим методам. Мы бы порекомендовали вообще отказаться от углем отопления. Мы бы намерены решить данный вопрос. Для того, чтобы, как в идеале, перейти на экологическое топливо, должна быть проделана огромная работа. Здесь и финансы все-таки затронуты. Мы обсуждали уже и о помощи именно со стороны Газпрома и, возможно, субсидирование какое-то со стороны, как совместная работа для того, чтобы жители имели возможность перейти на газоотопление. Но, опять же, мы говорим это в тех районах, где имеется газ на сегодняшний день. Но, в любом случае, мы при сжигании угля также нет такого объема выброса в атмосферу. Потому что, если это сжигание уйдет в промышленных объемах, в любом случае, стоят отточенные сооружения, которые улавливают твердые частицы и практически в атмосферу выходит пар. К слову, глобальное загрязнение воздуха сокращает продолжительность жизни человека в среднем на один год. Воздействие на здоровье, вызванное смогом. Может включать затруднения дыхания, одышку, кашель, астму и тому подобное. Эти эффекты могут привести к увеличению использования лекарств, посещения врача или отделения неотложной помощи, большему количеству госпитализаций и преждевременной смерти. Поэтому над этим следует работать не только на уровне города, но и республики в целом. Таким образом, президент Кыргызской республики Садир Нургуджевич в целях обеспечения экологической, экономической, продовольственной безопасности страны, повышения климатической устойчивости, сохранения природного наследия, своим указом объявил в Кыргызской республике 2022 год годом защиты горных экосистем и климатической устойчивости. И в свою очередь кабинет министров Кыргызской республики утвердил дорожную карту по проведению года защиты горных экосистем и климатической устойчивости. Данная дорожная карта состоит из 59 пунктов, где также есть разделы, которые касаются воздуха в городе Бишкик. Основными причинами загрязнения воздуха считаются угольное отопление в частных домах, выбросы ТЭЦ и автомобильные выхлопы. В Кыргызстане зарегистрировано свыше полутора миллиона автомобилей, а за год в близлежащих к Бишкеку новостройках сжигается около 200 тонн угля. Плюс ко всему и теплоэлектроцентраль. Эксперты говорят, что трудно представить, чем Кыргызстан мог бы гордиться через сто лет, если в ближайшее время не будут приняты меры по очистке воздуха.